А теперь поговорим немного о том, в чем секрет успеха и что делает онлайн-курсы весьма неэффективными. Звучала проблема онлайн-курса в том, что студенты теряют мотивацию и к концу как-то очень сильно расслабляются. На самом деле, действительно, одна из самых больших, канонично считается, что одна из самых больших проблем онлайн-курса, это очень высокий уровень отсева. То есть примерно 2-8% студентов только доходят до конца, если смотреть статистику общую по всем, по разным онлайн-платформам. При этом отсев сочных программ университетов составляет всего 45%, то есть практически в два раза меньше. И тут возникает очень важный вопрос. Что именно мы считаем отсевом? И соответственно, этот вопрос связан с другим вопросом, о том, что именно мы считаем успешным онлайн-курсом. Потому что если мы определяем отсев как проблему, то, соответственно, успешный онлайн-курс, это курс, который прошли все студенты до конца. И тут я вижу две разные перспективы, и не только я, еще и многие исследователи для меня. С одной точки зрения, с точки зрения институциональной, успешный курс, это тот курс, в который все студенты пройдут до конца и получат сертификаты. С другой стороны, если посмотреть с индивидуальной перспективы, то успешный онлайн-курс можно определить как онлайн-курс, который поможет студентам достичь своих целей. А цели студентов, они не всегда связаны с сертификатами, и это очень важная вещь. Чем хороший онлайн-курс? Чем он отличается от университета, допустим? Когда ты поступаешь в университет, у тебя есть какая-то определенная программа, и ты обязан ее выполнить. Если тебе не нравится курс по статистике, ты не можешь его просто так взять и пропустить, если ты социолог, потому что это твоя программа, ты обязан ее сделать. В онлайн-курсе нет каких-то суперобязательных требований. Ты никому ничего не должен, ты ни перед кем не отчитываешься. Ты заходишь на платформу, ты регистрируешься, тебя заставляют это сделать, соответственно, ты записываешься как студент этого онлайн-курса, но на самом деле, возможно, ты пришел для того, чтобы послушать одну-две лекции, которые тебе были интересны, а остальные тебе не нужны. Потому что, ну вот, у тебя какой-то такой пробел в знаниях, ты его восполнил, ты все сделал, ты ушел довольный. Но система, которая засчитала тебя как слушателя онлайн-курса, потом она засчитывает тебя как отсеявшегося с онлайн-курса. Хотя это не значит, что отсеявшийся студент остался недоволен или демотивировался, или не выполнил свою какую-то цель, с которой он приходил. И тут возникает такая идея, гипотеза и мысль о том, что онлайн-курс может проходить в разных моделях, которые будут изменяться в зависимости от личных целей участников этого онлайн-курса. Чтобы объяснить, что я имею в виду, я приведу в пример проект Траектория. Траектория. Это проект по смешанному обучению в городе Троицке, в Московской области, который, собственно, занимается... Цель этого проекта в том, чтобы помочь студентам дойти до конца. Там набирается группа, которая служит онлайн-курс и очень встречается для того, чтобы происходило взаимодействие друг с другом и чтобы люди могли доходить. И вот у них был прекрасный пример. Онлайн-курс введения в машинное обучение довольно сложный, вот вышки Яндекса. И участникам курса предложили пройти его в разных ролях. Первая роль — это роль разработчика, условно. Это те люди, которые пришли на курс с целью полностью его усвоить, полностью все изучить, научиться программировать, научиться считать, научиться ходить, научиться все делать руками. Все, что связано с машинным обучением. И другая роль — это роль менеджера. Сюда относятся те люди, которые пришли со словами, что вот, сейчас очень много машинного обучения вокруг, что-то непонятно, что это такое, у меня на работе тоже мелькает, мне надо ставить призе программистам, я не понимаю, что делать. Мне самому научиться ходить не нужно, но я похожу, послушаю, чтобы в этом разобраться. И оказалось, что... Вот этот кейс показал, что это очень хорошая модель, потому что это дает людям пространство... Во-первых, это изначально ставит такую рамку, что не прослушать весь курс полностью и не сдать финальный тест не стыдно. Ты не должен это делать, если тебе не хочется. И второе — это помогать людям между вот этими двумя ролями перескакивать. И в случае этого проекта оказалось так, что те люди, которые пришли с таким трудом, «ду-ду-ду-ду, я сейчас все выучу», у них потом стало не хватать времени. Это были взрослые люди, примерно 40 лет, у них все были семьи, работа и так далее, у них стало не хватать времени. И когда они стали думать о том, бросать курс или не бросать, организаторы им всем подсказали, что ну так вы назовитесь менеджерами и пройдите этот курс с точки зрения менеджеров. Окей, вы не можете научиться ходить, у вас не хватает времени. Но давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Вы можете просто разобраться, как это работает, набросать себе список ресурсов, на которые можно потом заходить, понять, где что искать, и когда вам это понадобится, вы это вытащите. А пока что вы просто не будете изучать все-все-все-все-все задания, и это не страшно. И в этом курсе из девяти участников все дошли до конца. Но все закончили с позиции вот этого менеджера. И таким образом, на самом деле, онлайн-курсы могли бы изначально учитывать то, что люди приходят к ним с разных позиций, и по-разному это оценивать. Допустим, предлагать изначально разные уровни прохождения, или предлагать разные тесты из серии. Вот если вы хотите, ну, знаете, там, тесты разного уровня, то есть вот есть уровень 1, вы можете его сдать, а вот есть тест уровня 2, если вы чувствуете себя достаточно консистентным, сдайте его. Это очень сильно помогло бы сохранять людей, которых онлайн-курсы теряют, потому что во многих курсах финальный тест, он заточен на группу, которая приходит с мыслью «я сделаю все, я выучу все, как в университете». Если бы онлайн-курсы от этого отказались, это бы позволило очень снизить отсек. Причины, по которым студенты уходят с онлайн-курсов, они довольно очевидны, сколько бы исследований не проводили, я думаю, каждый из вас сам бы назвал эти причины, мы уже, когда обсуждали проблему, это уже велькало. Кстати, две очень важные вещи. Недостаточное взаимодействие с курсом, которое проявляется в том, что пропускаются задания, не смотрятся полностью видео, отсутствуют навыки тайм-менеджмента, студенты не участвуют в дискуссиях, и отсутствие эффекта одноклассников, что тоже очень важно. Когда люди не общаются друг с другом, когда люди не чувствуют себя включенным в какое-то сообщество, которое слушает этот онлайн-курс, вместе проходит, когда им некому пожаловаться на то, что вот блин, завтра же домашку делать, это очень сильно демотивирует и люди отвагиваются. Высшая школа экономики, даже не высшая школа экономики, к институту образования, в Центре социологии высшего образования недавно провел эксперимент, который... Это был эксперимент по внедрению онлайн-курсов в российских университетах. Я тоже на нем немного работала, потому что до ЮТЭНа я работала в Центре социологии высшего образования. Чуть более 30 студентов в трех вузах участвовали в этом эксперименте и проходила следующим образом. В трех вузах были выбраны курсы, и студенты потока, которые должны были по своей программе проходить этот курс, были развиты в каждом университете на три группы. Одна группа слушала курс в онлайн-формате, другая группа этот же курс в отшем формате традиционном, и другая группа в смешанном формате. Эксперимент... А, и еще в вашем стадии это были не селективные вузы, то есть не топовые вузы, в которые... Уровень студентов, уровень абитуриентов, которых набирают после детского класса, это люди со средним баллом ГИГЭ. И результаты показали, что онлайн-формат, никакой эффективности по сравнению с отшим и традиционным, не показал. Более того, студенты сказали, что они предпочитают смешанный или традиционный формат онлайн-курсов. Курсом у студентов была очень большая проблема с состоянием этого онлайн-курса, особенно с тайм-менеджментом, и им не понравилось. То есть внедрение онлайн-курсов как части общей образовательной программы для всяких университетов, видимо, не знаю, как она будет продвигаться дальше, потому что от меня решение никаким образом не зависит, но студенты пока что предпочитают точный и смешанный формат. И самый простой вывод, который из этого всего следует, это студентам очень нужно живое общение. Вопрос. Как это живое общение сделать в онлайн-курсе? Если мы все же говорим про онлайн-курсы, и не надо тут махать руками и кричать, все, давайте отменять онлайн-курсы. Нет, это прекрасно, их не надо отменять. Но что же сделать с живым общением? Сейчас будет несколько примеров. Первый пример — это платформа City Talk. это китайские образовательные стримы. Платформа китайская. Суть ее заключается в следующем. Китайские учителя проводят уроки в формате онлайн-трансляции. И дети из разных, самых разных городов эти трансляции могут смотреть. Там есть чаты, с преподавателем можно сразу же общаться. Можно смотреть коллективно, можно смотреть в школе, можно смотреть индивидуально. Платформа имеет невероятный успех. Вот эти цифры. 343 миллиона пользователей было в июне 2017 года, и это была половина всего населения Китая, которое было онлайн. То есть половина китайцев сидели на образовательной платформе и смотрели онлайн-трансляции. Там в основном молодые учителя, которые как-то очень весело и задорно все это рассказывают. И так же они делают, чтобы привлечь... Нет, не чтобы привлечь большую аудиторию, я неправильно тут говорю. Я не знаю, для чего они это делают, но они дают какие-то гранты, скидки детям из бедных семей, чтобы они могли бесплатно... Потому что тут платная подписка на эту платформу, но детям из бедных регионов, из бедных семей они дают бесплатный доступ к ней. То есть таким образом тут совмещается онлайн-формат и вроде как живой человек, который в прямом эфире это все рассказывает. Еще один пример, это опять-таки теплосеть, про которую Маша рассказывала вначале. На теплосети, что они сделали? Есть платформа, есть онлайн-курсы, и эта платформа очень тесно связана с выходом в офлайн, потому что, во-первых, когда ты делаешь задания на этой платформе, их проверяет живой человек, и он присылает тебе фидбэк. И я просто сама тоже начинала проходить этот курс, и фидбэк видно, что он действительно настоящий, что это не какой-то автоматически сгенерированный ответ, типа, да, молодец, так держать, давай дальше. Нет, тебе действительно пишут про твой проект, тебе его описывают, и ты понимаешь, что живой человек его посмотрел, и тебе ответил. А также студенты просят сделать какие-то задания в реальной жизни. Курс на теплосети касается социального активизма, поэтому вы должны быть готовы, что, например, после задания, после того, как вы прослушаете лекцию, как себе написать хорошие посты, вам дадут задание. Теперь напишите нормальный пост у себя на странице в Фейсбуке про какой-то ивэк. Вот так, как мы учили. Опубликуйте и ките ссылочку. И ты идешь на Фейсбук, и пишешь пост, и ты знаешь, что живые люди его посмотрят и проверят. И мне кажется, это очень мощный инструмент, который стимулирует не забрасывать этот курс, а пробегаться по нему дальше. И еще один пример — это школа дизайна Highlights. У них тоже все довольно просто. Они набирают учеников через социальную сеть ВКонтакте. Не сильно парились. У них, по-моему, и платформы-то нет какой-то особенной. Но они создают чат для группы примера 30 учеников. В этом чате есть преподаватель. В этот чат скидываются задания. Преподаватель много общается с учениками в чате, отвечает на все вопросы, проверяет домашки, скидывает. Плюс, собственно, в чате происходит взаимодействие учеников друг с другом, обсуждение того, что «ой, что-то много домашки задали», или «что-то какая-то фиговая лекция была непонятная». И это также стимулирует людей общаться, потому что это вроде как сохраняется структура онлайн-курса, но в нее добавляется вот такое живое взаимодействие, которое стимулирует людей не забрасывать, проходить до конца и сохранять мотивацию. И на самом деле сейчас мы уже приближаемся к завершению моей лекции. Я здесь подготовила список полезных ресурсов, которые, мне кажется, заинтересуют тех, кто пришел сюда сегодня. Это, во-первых, онлайн-курс, современный курсостроения, который, мне кажется, стоит послушать всем, но это платный курс. Но всем, кто пришел сюда с мыслью, что я хочу создать свой онлайн-курс или уже создает, мне кажется, вы можете его послушать, вам будет очень полезно. Также онлайн-курс для руководителей образовательных проектов и онлайн-курс по эгрификации, о котором я уже говорила. И на Теплице есть прекрасная статья о продвижении онлайн-курса. Я ее сюда вместила, потому что, как я говорила вначале, очень много вопросов было о продвижении. Поскольку это выходило за рамки темы, я просто дам вам ссылку на эту статью, она отвечает на все вопросы. Как продать, в какое время постить, чтобы вас заметили, как продвигать, как работать с алгоритмами в Facebook, по-моему, там все это есть. И также подборка материалов от эгрификации, вот наши ресурсы, которые будут полезны, если вам интересен онлайн-курс, если вам интересен контент онлайн-курс, если вы хотите делать свой, если вам просто интересна какая-либо аналитика, то вот, пожалуйста, смотрите эти материалы. На этом у меня все. Я думаю, у нас еще осталось время, чтобы поговорить, ответить на вопросы, рассказать о своей воле, о своих кейсах, что-то спросить и пообщаться с другими людьми. Спасибо. Спасибо.